В российском Якутске десятки людей вышли на протест после убийства местного жителя, уроженцем Таджикистана. По словам местной полиции, подозреваемый задержан. Чего вам доказать, мужики? Кто его поймал? Ну, наверное, мы поймали, задержали. Но протестующие ставят под сомнение слова правоохранителей и заявляют, что подозреваемый сам пришел с повинной. Мужчины сомневаются, что преступление будет расследовано должным образом. Ведь с их слов это было групповое убийство. Там было групповое убийство. Там только один человек задержан. Но местная полиция начала задерживать протестующих. Очевидцы сообщают о задержании как минимум 15 человек. Тем временем в Якутии местные жители начали жаловаться на работу месседжеров, связывая это с протестами. Власти Якутии объяснили такие сбои в работе профилактическими работами. Ранее МВД Якутии сообщили, что между 18-летним подозреваемым и 23-летним местным жителем начался конфликт на бытовой почве. В драке, по данным МВД, три человека получили ножевые ранения. 23-летний участник конфликта погиб. Местные СМИ пишут, что подозреваемого арестовали сроком на два месяца. Защита наставит на том, что это была самооборона. Тем временем глава республики Айсан Николаев написал в телеграм-канале о задержании подозреваемого и постарался успокоить жителей, что виновные ответят за преступления по всей строгости закона. Глава таджикской общины Ходи Оев записал видеообращение к жителям, попросив не судить весь народ по одному человеку. Мы приложим все усилия, чтобы не допускать подобности со стороны нашей молодежи. Ранее в Башкирии люди вышли на митинги, чтобы защитить местного активиста. Его обвинили в экстремизме и посадили на четыре года. В ответ на протесты в город привезли силовиков, которые начали расправляться с людьми. В Кремле традиционно сообщили, что ситуация находится под контролем. Спикер Путина Дмитрий Песков вообще нафантазировал, что протестов якобы нет. Я не согласился бы с формулировкой массовые беспорядки и массовые протесты. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Однако это противоречит официальной позиции Следственного комитета, который начал производство по статье о массовых беспорядках из-за протестов. Этот факт Песков объяснил юридической терминологией и добавил, что в неюридическом плане с такой формулировкой не согласен. А в октябре прошлого года в Дагестане люди вышли на протесты против беженцев из Израиля. В социальных сетях и месседжерах горожане призывали выгонять евреев из страны. Кроме того, требовали не обслуживать их в общественных учреждениях и не предоставлять жильё. Субтитры создавал DimaTorzok